Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите канал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравились наши ролики, не забывайте ставить лайки и подписываться. Бронеавтомобили серии L185, L181 и L181 в целом соответствовали мировому уровню на момент своего появления. Но во второй половине 30-х годов общим направлением разработки бронеавтомобилей стал переход к внедорожному полноприводному шасси. Разработку бронеавтомобиля нового поколения на экспорт Лансверк начала в 1937 году, а к следующему году уже был завершен прототип машины, получивший название Линкс. Новая машина стала значительным шагом вперед по сравнению с предшественниками и для своего времени ее конструкция являлась передовой. Броневые листы сварного несущего многогранного корпуса Линкса, толщина которых достигала 13 мм в лобовой части, располагались под значительными углами наклона. Бронеавтомобиль имел двухосное полноприводное шасси с четырьмя управляемыми колесами большого диаметра и полистойкими шинами, а также средним расположением двигателя. Хотя он и имел недостаточный клиренс для столь длинной базы, бронеавтомобиль обладал определенными вездеходными возможностями и повышенной маневренностью. Это достигалось за счет наличия двух постов управления в почти симметричном по продольной оси корпусе. Вооружение Линкса не изменилось по сравнению с предшественниками. Спарена установка 20-мм автоматической пушки Матсон и 8-мм пулемета в башне и по пулемету в лобовом и кормовом листах корпуса. Экипаж бронеавтомобиля насчитывал шесть человек – наводчика и командира в башне и водителя со стрелком в каждом из постов управления. Первым покупателем Линксов стала Дания, в которой в апреле 1938 года были поставлены три бронеавтомобиля. За этим в 1939 году последовал заказ на девять машин, а в следующем году еще на шесть. Однако их доставки покупателю помешала оккупация Дании германскими войсками в апреле 1940 года. 15 изготовленных машин были конфискованы шведской армией, принявшей их на вооружение под обозначением «Пансарбилл М39» с перевооружением стандартной шведской 20-мм пушкой М40. В том же году было заказано еще 30 бронеавтомобилей. Для выполнения такого заказа Лансверк, ранее изготавливавшая бронеавтомобили практически поштучно, была вынуждена привлечь фирму «Вольво». Бронеавтомобили, оснащавшиеся производившимися самой «Вольво» двигателями, получили обозначение М40. Первые бронеавтомобили были переданы армии осенью 40-го года, а последние в июне 41-го. Причем «Вольво» выполнила свой заказ раньше Лансверк. Наряду с Линксом в 1937-1941-1942 годах дислоцированными на Готланде частями были изготовлены два импровизированных бронеавтомобиля на шасси грузовых автомобилей. Они были забронированы с применением хранившихся на складах пехотных бронесчетов времен Первой мировой войны. Машину приняли на вооружение под обозначением «Ферсекс» М37 и М37-42. Ее вооружение составляли два 8-мм пулемета, а позднее, по крайней мере, один из них был перевооружен 20-мм пушкой. Танками и бронеавтомобилями разработки Лансверк не ограничивались. Компания также стала одним из пионеров в области зенитных самоходных установок. Согласно некоторым источникам, фирма еще в 1936 году изготовила прототип ЗСУ на шасси малого танка Л-120, вооруженной 20-мм зенитной пушкой, покупателей на которой не нашлось. Больший успех имела ЗСУ Л-60 «Анти» на базе легкого танка Л-60, разработанная параллельно с ним. Шасси Л-62 по сравнению с Л-60 было удлинено на один каток и снабжено расширенной надстройкой над боевым отделением. На надстройке устанавливалась открытая сверху башня с 40-мм автоматической пушкой «Бофорс» с магазином питания, имевшей досягаемость по высоте в 2500 метров и по дальности 4650 метров. ЗСУ привлекла внимание в Венгрии, ранее закупившей сам Л-60 и готовившейся принять его на вооружение. В ноябре 1937 года венгерская армия приобрела для испытаний один прототип Л-62, доставленный в Венгрию без вооружения в декабре следующего года. После некоторых доработок установку предполагалось использовать также в качестве противотанковой. А именно увеличение башни для размещения дополнительного члена экипажа и установки телескопического прицела для стрельбы по наземным целям. В Венгрии приняла Л-62 на вооружение под обозначением 40М «Немрод» и приобрела лицензию на ее производство. Всего в 1941-1944 годах в Венгрии было выпущено 135 экземпляров САУ, вначале применявшихся в основном в роли противотанкового оружия. Но затем, когда их малоэффективность в этом стала очевидна, они стали стандартным средством мобильной ПВО венгерских войск. Шесть экземпляров модернизированного варианта ЗСУ, известного как Л-60АНТИ-2, в 1941 году закупила и в 1942 году получила Финляндия. Шасси САУ было основано на танке Л-60С-3 или в армейской терминологии М-40Л, но в остальном АНТИ-2 была аналогична предшественнице. Шведская армия также проявила интерес к ЗСУ «Лансверк», но в рассматриваемый период работы в этом направлении не продвинулись дальше изучения различных комбинаций шасси и зенитных орудий. Толчком к дальнейшей эволюции шведских бронетанковых войск послужило изучение опыта германских танковых войск в польско-французской кампаниях 1939-1940 годов. Изучение этого опыта заставило шведскую армию произвести переоценку своих взглядов на этот род войск. Проведенное в 1941 году исследование подчеркнуло, что маневренные операции, подобные проводившимися германскими войсками, являются одной из основ современной войны и осуществимы даже в сравнительно неблагоприятных шведских условиях. Результатом этого исследования стала программа развития вооруженных сил 1942 года. Она предусматривала формирование трех танковых бригад с двумя танковыми батальонами в каждой, для вооружения которых в общей сложности требовалось 315 легких и 228 тяжелых танков. Что в свою очередь требовало не только количественного, но и качественного развития танкового парка. При планировании заказа необходимых для программы 1942 года легких танков, шведская армия отдавала предпочтение танкам М41. И это несмотря на некоторые архаичные детали конструкции чехословацкого танка, такие как клепанное соединение деталей корпуса и башни на каркасе. Однако компания «Скания Вабис» была не в состоянии в одиночку поставить требуемое число танков. В результате чего заказ было решено распределить между «Скания Вабис» и «Лансверк», закупив как М40, так и М41. Заказ был выдан компанией «Лансверк» по одним данным в 80, по другим в 84 танков Л-60. В связи с загруженностью собственных производственных мощностей «Лансверк» была вынуждена привлечь машиностроительную фирму КМВ. Четвертой партии танка было присвоено обозначение «Л-60СВ» по номенклатуре фирмы и армейское номинование «М-40» по фирме-производителю. Аналогично «М-40» третьей серии при этом получили обозначение «М-40Л». По сравнению с предшественниками «М-40К» получили усиленную подвеску и новые двигатели мощностью в 160 л.с. Это позволило довести толщину их базового лобового бронирования до 30-50 мм, а бортового – до 18-20 вместо 13. Несмотря на военное положение, удалось получить из Германии механические трансмиссии, аналогичные применявшимся на М-39, которыми и были оснащены новые танки. По одним данным, все «М-40К» были переданы армии в 1944 году, по другим же поставки должны были быть осуществлены с ноября 1943 по июль 1944 года. Но различные задержки вновь затянули производство, и последние машины были сданы лишь в сентябре 1944 года. Большая же часть заказа на 122 машины была выдана фирме «Скане Вабис». Из них 104 были завершены как танки, тогда как 18 шасси были использованы для производства штурмовых орудий «САВ-М-43». Основным изменением М-41 второй серии, как и в М-40, явилось усиленное бронирование. В лобовой части корпуса и башни она была усилена до 50 мм, в кормовой – до 25 мм. Была также упрощена конструкция башни и увеличен ее забронированный объем. Увеличение массы танка в результате этих изменений компенсировалось установкой аналогичного М-40 двигателя, мощностью 160 л.с., которое потребовало усиления корпуса на 65 мм. Емкость топливных баков при этом была увеличена со 190 до 230 литров. Была рассмотрена также возможность перехода на более эффективную, несущую сварную конструкцию корпуса и башни, но было решено, что перестройка производства отнимет слишком много времени. Относительно срока выполнения заказа также существует противоречие. По одним данным, все машины были переданы армии в 1944 году, по другим – с октября 1943 по март 1944. Продолжение следует...